Из года в год лидирующие производители беспроводных наушников, работая над ошибками, представляют своим потребителям что-то новое. Sony уже третий год подряд с их флагманской моделью WH-1000 не исключение. Борьба между Sony и Bose еще не была такой плотной за звание лучших беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления. Прошлогодние Sony XM2 полюбили многие, но немало потребителей отдавало предпочтение Bose 35 QuietComfort 2 за их более воздушный звук и комфортную посадку на голове. Давайте разберем же, что изменили Sony в обновленной модели XM3. Внешне наушники мало чем отличаются от своих предшественников, но изменения все же есть. Им изменили форму оголовья, за счет чего они более аккуратно сидят на голове. Сами чаши не такие выпирающие в стороны, как было ранее. Также увеличили глубину и плотность амбишур, благодаря чему в наушниках стало приятнее дольше находиться. Текстурированный пластик заменили на гладкий софт-тач на наружной части наушников. Некоторые элементы конструкции заменили на пластик для облегчения наушников, но тактильно стало ощущаться более дешево. Несмотря на это, конструкция очень прочная и не скрипит. Также улучшили комплектный чехол, в котором появились отсеки для проводов и стали плотнее разделители для наушников, чтобы они не царапались при транспортировке. Элементы управления наушников остались прежние. На правой сенсорной чаше свайпом вверх и вниз регулируем громкость, вперед-назад – переключение треков, а двойной тап по чаше – плей-пауза, либо прием звонка. Зато изменили разъем для зарядки на USB-C, что дает возможность заряжать наушники до 100% за 3 часа, вместо 4, которые были в XM2. Для кого-то может это показаться долго, но стоит учесть, что подзарядив наушники всего 10 минут, вы получаете возможность прослушивания музыки 5 часов по сравнению с 70 минутами прошлого поколения, что довольно-таки хороший показатель в ритме большого города, когда каждая минута на счету. А зарядив наушники на полную, они смогут проработать примерно 30 часов с активным шумодавом, а с выключенным до 40 часов. На сегодня это практически лучший показатель автономности наушников такого уровня. Немаловажным новшеством в этих наушниках стал новый процессор Sony QN1 с аналоговым усилителем, который улучшает как обработку звука, так и шумоподавление. Обычные слушатели могут не заметить разницу между качеством шумоподавления 2-го и 3-го поколения, но стоит только включить музыку и по очереди надеть каждый наушники, второе поколение уже не хочется слушать. Эффект такой, будто слушаешь через шапку. Звук у новых Sony стал более ясный, объемный, с характерным для Sony Drive песочной подачей звука на низких частотах. Это открытый, просторный звук, который дает возможность дышать каждому инструменту. Второе поколение звучит теперь скучно. Также Sony улучшила качество и увеличила количество микрофонов, используемых для голосовых вызовов, так что тот, с кем вы разговариваете, должен слышать вас более четко. А еще наушники можно слушать по кабелю, подключив к плееру или компьютеру, но рекомендую наушники включить. Не знаю, что там начинает работать, но звук намного лучше, чем когда вы просто воткнули в них кабель. К минусу такого подключения могу отнести то, что при подключении кабеля отключается фирменное приложение и сенсорная панель, поэтому громкость придется регулировать на источнике звука. Зато уровень шумоподавления можно регулировать механической кнопкой на левой чаше наушников. Но все же это Bluetooth наушники, которые буду чаще использовать в поездках и шумных местах, поэтому требовать от них чего-то запредельного не стоит. Для аудиофильного и домашнего прослушивания музыки лучше обзавестись еще одной парой хай-файных наушников и подключать их к отдельному усилителю. Зато выходя на улицу и перемещаясь среди звуков мегаполиса, функция шумоподавления работает на высшем уровне. Достаточно было один раз настроить под свой вкус и можно поглотиться полностью музыкой или сосредоточиться на рабочих мыслях почти в полной тишине. Переключая настройки шумоподавления, можно добиться более воздушного или наоборот более сочного и басовитого звука. Для качественной передачи самого сигнала наушники поддерживают множество кодеков, в числе которых LDAC. Но если ваше устройство ограничено APTX HD или вы владелец Apple устройств, не стоит расстраиваться. Наушники все равно отыграют на отличном уровне и лучше своих предшественников. В фирменном приложении Headphones Connect можно увидеть уровень заряда наушников и используемый кодек беспроводного подключения наушников. Ниже есть настройка адаптивного управления уровнем шумоподавления с различными профилями для статического положения, ходьбы, бега и в транспорте. Каждый профиль можно индивидуально настроить. Еще ниже есть настройка замера атмосферного давления для корректной работы шумодава, когда вы в самолете. Далее начинаются настройки с виртуализацией звука, настройки эквалайзера. Для их работы нужно переключить наушники в режим стабильного сигнала, что может слегка упростить качество звука. Также есть настройки универсальной клавиши, расположенной на левом наушнике. Она будет переключать режимы шумоподавления или же будет вызывать голосового помощника. Если ваш телефон подключен к интернету и приложение обнаружит новую прошивку для наушников, то вам будет предложено обновить наушники. Стоит учесть, что данная процедура занимает около 15 минут, так как прошивка передается по блютуз, поэтому придется подождать. Многих может интересовать вопрос поддержки мультипоинта для подключения нескольких устройств одновременно. Для использования с двумя устройствами вам нужно будет сначала подключить ваш смартфон, на который могут приходить звонки. Далее нужно перейти в настройки блютуз и в настройках подключения к наушникам отключить профиль передачи музыки, оставив только профиль гарнитуры для разговоров, после чего можно будет подключить наушники, скажем, к ноутбуку или к плееру. Подводя итоги, можно смело сказать, что Sony удалось держать титул флагманской модели и во многом превзойти американского конкурента. Но новинка от Sony предлагает несколько серьезных обновлений, которые делают их более совершенной покупкой. Sony и Bose отличаются дизайном, посадкой и звуком, поэтому выбор будет за вами. А я иду наслаждаться звуком Sony.